На востоке Венесуэлы, среди тропических лесов Национального парка Канайма возвышается массивное плосковерхое плато, названное местными индейцами Ауинтепуй, что в переводе означает «гора дьявола» или «царство бога грома». С этой вершины и низвергает свои ледяные воды высочайший на планете водопад – Анхель. Каждую секунду водопад пропускает через себя 300 кубометров воды, которую приносит река Чурун, гром, пополняемая тропическими ливнями. Река медленно петляет по изрезанному трещинами и оврагами плато, собирая огромное количество дождевой воды, но достигнув обрыва на северном склоне, резко набирает скорость и стремительно срывается вниз. Высота падения настолько велика, что вода не успевает достичь земли и в полете распыляется на мельчайшие частицы, обволокивая туманом зеленое море джунглей. Воды водопада обрушиваются с высоты, почти равной трем эфелевым башням. Самый высокий небоскреб на земле, Борджа-Халифа в Дубае, 828 метров ниже, чем водопад Анхель. Высота Анхеля в половодье составляет 929 метров, по другим данным 1054 метра. Расположенный в дикой малонаселенной местности Венесуэлы, водопад Анхель долгое время был доступен лишь для самых отчаянных искателей приключений. Но местным индейцам племени Пеман он был издавна известен под названием Кирипаку-Паймеру, водопад глубочайшего места. Индейцы верили, что на плато обитает злой дух, который крадет души людей, и поэтому племена никогда не поднимались на вершину Ауэн-Тепуй. В 1933 году американский пилот Джеймс Эйнджел пролетал над одним из самых глухих районов Гвианского Нагорья. Желто-оранжевые валуны и отложение плато Ауэн-Тепуй блестели на солнце словно золотые. Летчик решил добыть это золото. Через четвертые года он вновь вернулся и попытался приземлиться на вершине водопада, но его спортивный самолет Фламинго увяз колесами в грязи. Золотоискателю и его спутникам пришлось спускаться пешком по склонам, которые ранее считались неприступными. Возвращение к цивилизации заняло 11 дней. Никакого золота не было и в помине, но летчик обнаружил водопад, падающий вниз по отвесной скале, и сообщил о своем открытии Национальному географическому обществу США. Водопад назвали в честь его первооткрывателя, фамилия Эйнджел в испанском произношении читается как Анхель. Сотни экскурсий в год организуются к водопаду Анхель, причем из-за труднодоступности места предпочтения отдается воздушным прогулкам. Водопад Анхель и прилегающие к нему территории сохранили очарование дикого места. Если повезет, во время прогулки на самолете можно увидеть животных, вышедших на водопой к реке. В джунглях Национального парка обитают муравьеды, дикобразы, трехпалые ленивыцеи, гигантские выдры, олени, обезьяны, ягуары, идр. Богат и растительный мир, склонах гор пестреют орхидеи и бромелии. Недалеко от Анхеля есть живописная лагуна Канайма, в которую низвергается вода с окружающих ее водопадов. Самый большой из них называется Салта-Эль-Сапа, то есть лягушка, в переводе с испанского. Название не случайно, именно лягушка считается символом жизни у индейцев Варао. Здесь за стеной воды существует огромный грот, где снимался один из самых завораживающих эпизодов фильма «Последний из магикан».